приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана кармической новолуния 10 марта судьба уже не будет прежней все резко поменяется сегодняшнем видео все узнаете 10 марта мы входим фазу наиболее интенсивного и влиятельного периода текущего года месяц март пронизан искрящейся энергетикой который подогревает наше воображение в романтическом плане и обостряет наши чувства особенно это будет заметно с 10 по 20 марта то же время это энергия инициирует процессы перемен и обновления в этом месяце есть целых три примечательные энергетические в этом месяце есть целых три примечательные энергетические дни новолуние 10 марта начало астрологического года 20 марта и затмение на 25 марта сегодня мы с вами поговорим про кармической новолуния который все поменяет новолуние 10 марта происходят из знаки Рыб и наступают в полдень по московскому времени. Это событие наравне с эпохой затмений и будет озарено мощным и сложным потоком энергии Рыб. В этом знаке также находятся две значимые планеты Сатурн и Нептун. Они будут постепенно сближаться для своего конъюнктивного соединения, завершая долгосрочные циклы и тесно связанные с устоями мирового порядка. Эта завершающая фаза может также отразиться на уровне личных, базовых, жизненных принципов каждого из нас. Момент новолуния, когда Солнце и Луна соединяются, оказывается между Сатурном и Нептуном в состоянии астрологической осады, принимая характеристики обеих планет. Солнце в Рыбах также завершает свой астрологический год, погружая нас в глубокие размышления о прошлом и самоанализ. Это направляет нас к поиску новых вдохновляющих Индий, подготавливая к началу новой активной главы достижений с наступлением весеннего равноденствия 20 марта, когда мы будем на пороге затмений. В этом году март является особо важным месяцем для многих. Он приносит собой особенности, которые будут актуальны в течение следующих шести месяцев, включая наступление новолуния и открытие периода затмений. К тому же Меркурий начинает свой ретроградный путь, что акцентирует внимание на важных жизненных уроках, подлежащих осмыслению и анализу. Мы также приближаемся постепенно к дню весеннего равноденствия, что делает март богатым на события и радует обилием явлений небесных сил. Новолуния пробуждает сильные внутренние перемены. 10 марта принесет прозрение касаемо ошибок прошлого и будет сопровождаться ощущением внутреннего обновления, к которому нужно приложить свой вклад, и тогда наступающее теплое весеннее время облегчит ваши испытания. На определенном уровне новолуния знаки рыб добавляют особый аспект к этому явлению. Будучи зодиакальным знаком водной стихии, рыба делает энергию воды в ведущей процессе этих изменений. Это подразумевает переменчивую эмоционально-чувствительную атмосферу, что может подтолкнуть к обращению за поддержкой к друзьям и родным. Ощущение взаимопомощи и совместных усилий окажется ключевым в избежании трудностей как в работе, так и в личной жизни. Поэтому одиночество в этот период не принесет никакой пользы. Самое явление новолуния произойдет в полдень, так как это идут утренние часы могут быть заполнены излишней суетой и напряжением, в то время как вечером усилятся энергии для трансформации. Самое сильное влияние новолуния ожидается в течение первых двух дней, поэтому воскресенье и понедельник потенциально будут наполнены волнениями. Будьте готовы к тому, что этот период откроет новые горизонты в области творчества и любовных отношений, так что судьбоносные встречи вполне могут ожидать уже за углом. Новолуния особенно затронет тех, кто родился под знаками водного элемента, рыб и раков, ожидают сюрпризы судьбы и шансы на личный рост. В это время вопросы саморазвития и самозаботы с людьми и близкими сердцу будет поддерживать душевное равновесие. Также будут актуальны проблемы со здоровьем, которые решатся легко и быстро. А вот скорпионы могут ожидать, что окружающие обратятся к ним с просьбой и попросят помощи. Если вы принадлежите к этому знаку, не спешите отвергать запросы. Они не станут перегрузкой для вас, но напротив вас обогатят. Для тельцов, дев и козерогов новолуния принесет вдохновляющие моменты, оказав благоприятное влияние на их эмоциональное состояние. Они смогут придаться творчеству, чем подстегнуть свою мотивацию к выполнению отложенных задач. Сочетание удовольствия и пользы станет легким, так что стоит обогатить рабочий процесс новыми локациями. А вот представители огненных знаков зодиака, таких как овна, стрельцы и львы, сосредоточатся на профессиональной составляющей своей жизни, что окажет весьма положительное влияние. Личное начинание, деловые мероприятия и судьбоносные шаги для достижения задуманного станут приоритетом. Личные кризисы могут возникнуть, но вы сможете принять решения, которые быстро все исправят. А вот воздушные знаки близнецы Веса и Водолея будут подтверждать свою репутацию активными идеями и потребностью самовыражения. Но исчерпывающие рабочие марафоны могут стать причиной ухудшения здоровья. Так что периодический отдых очень рекомендуется. Посещение родных и близких будет отличный способ для поднятия настроения. В этот день в день новолуния обращаем внимание на знаки Вселенной. В этот день будьте внимательны к подсказкам Вселенной. В такой период, как новолуния, существует повышенная концентрация символических знаков. Может показаться, что повторение цифр во времени или неожиданной встречи намекают на скрытое послание. Стоит быть внимательными к таким подсказкам, ведь они могут стать ключом к решению каких-либо вопросов или просто внесут элемент чудес в рутина, делая поседневность более живописной. Следует действовать без конфронтации. Период новолуния следует избегать начала споров. Этот цикл луны богоприятствует не конфликтам, а скорее мирному течению жизни. Никто не желает окутывать себя ощущением злости или печали. Так что предпочтем исключить все негативные элементы из окружения, стремясь к гармонии и согласии. Подходите к решениям основательно. Несмотря на то, что новолуние может воодушевлять на новые начинания и проекты, это не означает, что нужно спешить приступать к их реализации. Поддаваясь спонтанным порывам, можно легко натолкнуться на трудности и даже потерпеть неудачу. В такие луны периоды лучше отказаться от поспешности, уделив внимание составлению детального плана действий, и это обещает быть гораздо продуктивнее. В этот день очень хорошо проводить уникальные волшебные практики, которые позволят вам много изменить в своей судьбе. Энергия новолуния всегда считалась особым моментом перехода луны из одного цикла в другой. В это время земные и космические энергии сливаются вместе, создавая мощный путь для наших намерений и желаний. Подход новолуния представляет собой идеальный момент для того, чтобы отпустить прежний и начать новый цикл силы. Подготовка к ритуалу новолуния. Перед началом ритуала новолуния создайте определенное пространство, где вы будете одни, чтобы вас никто не беспокоил. Обязательно зажигайте свечи, которые будут символизировать ваши желания. Обязательно визуализируйте то, что вы хотите привлечь. Начинайте любой ритуал с медитации и визуализации. Сконцентрируйтесь на своем дыхании, затем представьте себе ваши желания и мечты в ярких деталях. Визуализируйте себя уже имеющей то, о чем вы мечтаете. Почувствуйте в этот момент радость и благодарность за то, что ваши намерения уже исполнились. Обязательно в этот день запишите свои намерения. Возьмите блокнот и начните записывать все свои намерения. Запишите их в настоящем времени. Например, я успешно достигаю своих карьерных целей и воплощаю свои таланты прямо сейчас. Вот нужно написать один раз. Пишите то, что считаете нужным. Также в этот день можно привести практику на привлечение денежной удачи. Вам нужно взять семь монет. Положите их просто на подоконник и нужно сказать такие слова. Как звезды на небе сияют, как вода силой обладает, пусть мой кошелек наполняется, мое финансовое желание исполняется. Говорим три раза. Далее нужно проговорить именно свое финансовое желание, то есть что вы хотите изменить в денежной энергии. Все. Далее оставляем монеты до утра, а утром их просто кладем в кошелек. Новолония это всегда мистическое время. И все ритуалы, проведенные первые сутки по лунному календарю, энергетически мощные и действенные. И вот по мере того, как будет расти луна, будет расти и то, что было заказано в этот промежуток времени. В эти сутки нужно выполнять обязательно ритуалы на улучшение материального положения, при лечении любви и, конечно, исполнение заветного желания. Так, например, на исполнение желания. В течение всего дня берем листок, пишем то желание, которое вы хотите, чтобы исполнилось. Пишите только одно, и оно должно касаться только вас. Далее свой листок убираем под подушку. И вот когда вы убрали, нужно сказать такие слова. Волшебная луна, приди, вокруг все светом озари. Мое желание исполни, меня энергией наполни. Говорим один раз и оставляем так листок на сутки. Через сутки его просто сжигаем. И, конечно, будем привлекать любовь. И этот ритуал поможет встретить близкого человека. Также после выполнения этого ритуала гармонизируются и укрепляются существующие отношения между мужчиной и женщиной. В случае, если стоит вопрос об увеличении любви к себе и принятии себя, данный ритуал также окажется эффективным. Вам нужно зажечь свечу любого цвета. Очень хорошо, если это будет красное и розовое. Если нет, берем любую. Далее смотрим на огонь и говорим такие слова. Я впускаю в свое сердце любовь. Мое сердце наполняется счастьем и радостью. Все, что я делаю, я делаю с любовью. Говорим семь раз. Оставляем так свечку и желательно, чтобы прогорело до конца. И, конечно, очень важно начало лунного цикла укрепить свое здоровье. Перед сном возьмите стакан с водой. Возьмите его в руки и скажите такие слова. Как месяц молодой разрастается, так здоровье мое укрепляется. Сила моя прибавляется, а жизнь моя улучшается. Говорим один раз. Далее эту воду нужно просто выпить. Все. И вот такие действенные практики обязательно все поменяют к лучшему.